Всем привет! Мы обозревали стандартную версию Galaxy S10. Теперь речь пойдет о слегка облегченной модификации под названием Galaxy S10e. Смартфон практически не отличается от своих старших собратьев, но все же имеет некоторые нюансы. Предлагаю не откладывать и начать обзор. В данном видео мы решили изменить привычный стиль рассказа и сосредоточим главное внимание на различиях между Galaxy S10 и S10e. Ведь по большому счету эти девайсы очень похожи между собой, что неудивительно, так как они находятся в одном семействе. Комплект поставки аналогичен старшим братьям. Документация, кабель Type-C, переходник на полноценный USB, блок питания с быстрой зарядкой, скрепка для сим-лотка и наушники АКГ. Первые отличия начинаются в дизайне. S10e слегка упрощен по внешности. Камера также вписана в экран. Сканер дактилоскопии совмещен с клавишей питания. Дотянуться до нее несложно, учитывая меньшие габариты в сравнении с S10e. На задней стороне расположились не три, а две камеры. Впрочем, как таковой потери в качестве, думаю, вы не заметите. По разъемам все также имеется и трех с половиной миллиметровый джек и поддержка карты памяти. Собран смартфон без нареканий. Никаких люфтов и скрипов. Стоит отметить также, что по сути S10e является конкурентом iPhone XR и потому получил яркие расцветки корпуса. Желтый, зеленый и два классических. Второе, на что стоит обратить внимание, это экран. Матрица выполнена по технологии Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+. На практике это означает то, что производитель улучшил параметр защиты глаз от синего цвета и экран стал практически безвреден. Диагональ составляет 5,8 дюйма, а разрешение не Quad HD, а стандартный Full HD+, 2280 на 1080 точек. Напомним, что в S10 и S10+, матрица с более высоким разрешением. По части железа S10e практически не проигрывает своим братьям. Внутри установлен восьмиядерный Exynos 9820 с максимальной частотой 2,8 ГГц. Оперативной памяти чуть поменьше – 6 ГБ вместо 8. А постоянный накопитель имеет объем 128 ГБ. Беспокоиться о производительности не стоит. 321 тысяча баллов в Антуту гораздо больше, чем у большинства аппаратов на рынке. Троттлинг и нагрев отсутствуют. Как сказано выше, S10e получил двойную основную камеру вместо трех модулей в S10 и S10+. В данном случае мы имеем 12-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой от f1.5 до f2.4 и оптической стабилизацией. Второй широкоугольный сенсор на 16 мегапикселей с диафрагмой f2.2. По качеству фотографии и видео очень приличные. Если хотите немного сэкономить, то берите S10e. Точно не пожалеете. Детализация и сочность картинки на высшем уровне. Фронтальная камера единственная на 10 мегапикселей. Фотографии также достаточно добротные, без явных минусов. По беспроводным модулям все отлично. Поддерживаются все технологии, которые есть на рынке. Последним отличием от старших коллег можно считать меньшую емкость батареи. В S10e она всего 3100 мАч. Казалось бы, это совсем немного, но на практике это дает полный рабочий день при умеренных нагрузках. Плюс еще небольшой остаток в районе 15-20%. Уверенно можно сказать, что с утра до вечера девайс продержится в любом случае. Похвально, что компания не стала резать поддержку быстрой и беспроводной быстрой зарядки. Они, как и в случае с S10 и S10+, присутствуют и позволяют существенно сократить время зарядки. Имеется также и беспроводная реверсивная зарядка. Подводя итоги, можно сказать, что если вы хотите немного сэкономить и при этом по-прежнему получить флагман, то не раздумывая берите S10e. Вы совершенно точно ни в чем не будете обделены. Хороший экран, флагманское железо, одни из лучших камер на рынке, поддержка всех беспроводных стандартов и быстрая зарядка. Минусов у модели, как таковых, нет. Спасибо, что смотрели наш обзор. Скоро новые видео, потому не советую вам отключаться.